Всем привет, это Антон Ватман, фотостокер. Я таки продолжаю начатый еще в марте 2018 года цикл передач, который называется «Стокарбайтер». Первоначальный такой подзаголовочек у него был интервью с успешными фотостокерами. Сейчас я немножко хочу подправить его и сразу с объяснением с таким. Дело в том, что я считаю, что успех – это личное дело каждого. Каждый сам себя оценивает успешность своей деятельности. И поэтому я беру на себя смелость называть успешными фотостокерами всех тех, которые работают на фотостоке. Это их основная работа, которая приносит им удовольствие однозначное, это обязательное условие, и необходимые для жизни, для развития достаток. То есть успешные фотостокеры – те, у которых получилось превратить вот это вот любимое дело, занятие фотографией, во вполне такой доходный бизнес. Первое интервью я сделал с Алексеем Потемкиным, вот ссылочка на него. Обязательно советую посмотреть, если еще не видели. Очень интересное, очень такое насыщенное, умное интервью получилось. А сегодняшний гость у меня, онлайн, разумеется, это Игорь Голубов, фотостокер из Харькова, а ему 34 года. Он родился и живет в Харькове, занимается фотографией с 20 лет, по образованию инженер-технолог, но по специальности никогда не работал. Сразу увлекся фотографией и занимался свадебной съемкой, пока не переключился на стоке. Но, впрочем, он сам все это сейчас расскажет. Опыт Игоря интересен тем, что он не одиночка, он работает с командой. Он совершенно здраво рассудил, что всегда, в любом деле, и тем более в стокерском деле, есть задачи, которые можно и нужно делегировать. И достаточно быстро он понял, что все-таки выгоднее и интереснее работать именно в таком командном стиле, так скажем. Как обычно, я прошу героев в свое интервью прислать мне заранее несколько своих работ. Первые свои продажи, вот вы можете сейчас на них посмотреть. Как видите, Игорь с самого начала снимал людей, ну понятно, свадебщик, в конце концов, не привыкать. И его студия продолжает работать в том же направлении, в основном съемка людей, хотя не только. Но сам он лично, вот сейчас, на данный момент, предпочитает вот такую предметочку, связанную с электроникой и вот с таким необычным освещением, как видите. Но как он сам признался в интервью, и вы это услышите сейчас, он сам снимает очень немного. Он является руководителем студии, занимается в основном стратегическими вопросами. Но, впрочем, давайте я не буду сейчас пересказывать содержание интервью, просто включая его. Поехали. В сегодняшнем стокарбайтере мы встречаемся с Игорем Голубовым, фотостокером из Харькова. Игорь, привет. Привет. Я задам тебе такие самые общие вопросы пока. Может быть, мы в процессе беседы куда-нибудь поглубже уйдем. Но для начала я хотел бы спросить у тебя, ты сам себя считаешь успешным стокером? Я не знаю, что такое успешный стокер. Я считаю себя человеком, который может что-то организовать и довести до какого-то определенного состояния. И неважно, это в стоках или еще в чем-то, или еще в чем-то. Неважно, чем заниматься. У тебя или получается, или не получается. У тебя получается? У меня получается. Ну, то есть, ты успешный стокер. Я не знаю, как сказать успешный стокер. Есть люди, которые значительно больше меня зарабатывают. А почему есть заработок? Я сейчас не о заработке говорю, а об ощущении непосредственно. Вот ты сказал, что если у меня все получается, значит, я успешный. Значит, ты успешный стокер. Супер. Теперь я фотостокер. Понятно. А кем ты вообще был до того, как стал стокером? Как ты понял, что ты фотостокер, чем ты занимался вообще? До стоков я около, не знаю, 6-8 лет, где-то так, я занимался свадебной съемкой. Потом доллар у нас поднялся, по-моему, и свадебные съемки в долларах стали стоить значительно дешевле. Но когда привык к какому-то определенному уровню комфорта, тебе хочется сохранить свой заработок определенных в долларах и так далее. И в свадьбах я еще понимал, что я упираюсь в определенный потолок заработка, который я пробить не могу. Ну вот там, к примеру, тысячу долларов в месяц получаешь со свадеб, если на весь год это разбить. Выйти на 2, на 3 и больше, я просто себе не представлял как. Я на стоках много слышал, я пробовал заливать в 2007 году какие-то части фотографий, какую-то чушь вообще полную задолил, у меня были какие-то там копеечные продажи. Ну и после этого часто-часто мысли возникали о том, что надо бы зайти на стоки, надо бы зайти на стоки. То есть ты зарегистрирован на стоках давно? С 2007 года у меня один из аккаунтов зарегистрирован на стоках. Но я все фотографии старые, которые были, я поудалял и потрохал, поэтому старых фоток 2007 года там нет. На шаттер-стоки? На шаттер я не мог пройти, потому что у меня не было загранки. У меня была Fatolia, Bigstock, по-моему там Dreams Deposit, ну какие-то такие вещи, но реально продавала только Fatolia. Bigstock, может быть там какие-то небольшие продажи давал, остальное какие-то там центы были. Кстати, ICE тоже был, ICE тоже был на ICE регистре. Это все 2007 год, и после этого, ну вот с 7-го, да, где-то до 15-го эти аккаунты как-то жили, за это время они заработали, не знаю, может быть около 1000 долларов или что-то такое, ну вообще какую-то мелочь, учитывая то количество времени, которое прошло за это время, но для того, чтобы вот реально смотивироваться и зайти на стоки, как я сделал? Я понимал, что уже, ну вот давно пора, если у меня остается свадебный бизнес, ну не свадебный бизнес, как бы сказать, самозанятая свадебная, я со свадеб денег не получаю, то, ну у меня всегда есть шанс вернуться к свадьбам обратно, зарабатывать на свадьбах, если что-то на стоках не получится. 4 или там 3,5 года назад я написал, что я больше не занимаюсь свадьбами, я грохнул свой сайт, я написал ВКонтакте, что я не занимаюсь свадьбами, я грохнул свой контакт, я почистил все фотки с Ведлайфа, там Майвед, Ведпро, все, полностью всем сказал, что свадьбами не занимаюсь и это дает мне понимание того, что возвращаться мне некуда и мне нужно хринячить на стоке так, чтобы прям, ну аж сверкалываться. Вот так вот я начал. В какой момент и почему ты решил, что ты свадьбами больше не занимаешься? Как это произошло вообще? Я перестал зарабатывать свои тысячи долларов на свадьбах за счет того, что там была проблема с долларами. И когда ты переходишь в среднем на 300-400 долларов со свадеб, ты понимаешь, что это просто неваляна. И от него надо просто отказываться. Я понимал, что там может быть пройдет какое-то время, доллар изменится или какая-то ситуация пройдет, но чего-то такого ждать, ну не интересно. Не пошло бы со стоками, я бы быстро перенастроился на что-то другое. Но это дало мне возможность очень быстро стартануть со стоками. Вот 30 ноября снял последнюю свадьбу, плюс там в течение двух недель я ее обработал, отдал и я решил заниматься стоками. Я очень хорошо все просматривал, смотрел там обучающие видео, смотрел YouTube, просматривал статьи на английском блоге, на шаттере, на фатоле, на всех этих вот штуках. И получается декабрь, январь, февраль, март, в апреле я уже взял двух сотрудников. Мне хватило заработка со стоков, чтобы взять двух сотрудников. Ну полгода, грубо говоря. Ну полгода, да, там 5 месяцев, 6, где-то так. То есть у тебя была какая-то финансовая подушка для того, чтобы стартануть? Да. Я же летом, получается, закончил работать со свадьбой, ну в ноябре. Обычно фотографы оставляют себе, ну я, не знаю, другие фотографы, я оставлял себе финансовую подушку так, чтобы до июля я мог ничего не зарабатывать. На эти деньги я, получается, там частично арендовал студию, еще какие-то вещи вкладывался в проведение съемок со стоков. У меня была финансовая подушка, и у всех свадебных фотографов она есть. Потому что зимой у большинства из них заработка нет, и те, кто работают именно регионально, не выезжают за границу. Понятно. Когда ты считаешь, что ты вышел из Долины Смерти, такой, стокерской Долины Смерти? Два-три месяца. Два-три месяца. Сформулируй, пожалуйста, вот твое понимание, что такое Долина Смерти для стокера. Это вот сколько? Не обязательно, как бы, конкретную цифру называть, пускай она будет относительная. Это для меня это не цифра, это понимание того, что если я буду двигаться дальше, то я смогу нормально с этим зарабатывать. Понимание того, что все, ты теперь работаешь на стоках, и со стоков ты можешь зарабатывать. Я уточню вопрос. Вот у тебя была финансовая подушка, а в ноябре ты начал работать. Когда ты почувствовал, что подушка тебе уже не нужна? Не через два же месяца? Ну, где-то в марте, через четыре месяца. Ты делал новые аккаунты? Я сделал новый аккаунт, да. И на новый аккаунт я грузил фотографии. Это вот тот аккаунт, который есть у меня сейчас основной. Получается, что через три месяца, через четыре месяца, он уже начал приносить достаточную сумму денег, для того, чтобы сказать, ну и все, и отлично, что я бросил все эти свадьбы. Типа того? Ты считаешь, что это время такое было? Или ты такой молодец? Или вообще, почему так произошло? Почему четыре месяца хватило тебе для этого понимания? Многим четырех месяцев не хватает. Я не знаю, почему. То ли в тот момент я хренячил так, что прямо уго-го. Я работал реально где-то… Ну, я вдвоем с женой работал. У нас уже, получается, два человека, а не один человек. Мы старались над каждой фотографией, чтобы каждая фотография была вот реально крутая. Потому что я понимаю, что если я буду фигню какую-то в 18 рабочих часов, время тоже решает. Плюс у меня был опыт в съемках, в студийных съемках, в предметных съемках. Я заходил не как новичковый фотограф. Я понимал, как должна выглядеть хорошая фотография. И у меня была, ну, небольшая начилька о стоках. Я понимал, как работать со стоками, примерно хотя бы. Мы входили в стоки, но все равно я понимал основные принципы работы со стоками. На всякий случай спрошу, а какая техника у тебя была на момент входа на стоки, фототехника? У меня был 1D Mark III, 85mm 1.2 L, 24mm 1.4 L, был комплект вспышек с синхронизаторами, отражатели, зонтики, стоечки, ну, такие вещи. Ну, то есть получается, что ты уже был, так скажем, у тебя не только подушка была, у тебя и понимание всего того, что нужно делать было, и технически ты был практически обеспечен. Плюс еще какой был, мне помогала семья. То есть я мог полностью уделить 100% времени работе, и мне не нужно было делать ничего по дому, не готовить, ничего. Я просто охренячил с утра до вечера и работал настолько. Вот ты говоришь 16 часов вместе с женой. Я хочу прям уточняющий вопрос задать. Вот те самые первые 4 месяца, я просто вспоминаю свои первые месяцы, и поэтому я задаю этот вопрос. Мне сдается, что это не было 8 часов рабочего времени твоего. Вероятнее всего, что это было больше, чем 8 часов, потому что я утром просыпался, и я начинал работать. Понятно, там перерыв на обед, перерыв где-то погулять или еще что-то, и где-то часов до, не знаю, до 8-9 вечера, где-то так. Когда ты просто отваливаешься, ложишься спать, просыпаешься, и идешь работать. То есть больше 12 часов в день работал? Весь свой день с утра до вечера выделял на работу сосоков, плюс кроме моих 8 часов были еще жирные 8 часов. Понятно. А какая была производительность в количестве? Я понимаю, что количество в нашем деле такое очень. Но новичкам всегда интересно производительность. Я могу ошибаться, но около 300 с чем-то фотографий мы полностью генерировали и загружали. В день? Могу ошибаться, но около 300 фотографий в месяц. В месяц? В месяц. 300 фотографий в месяц. Очень много времени уделяли ретуши, атрибутации, алгоритмам атрибутации, чтобы не просто делать копипасты по фотографиям. В тот момент я понимал, что от хорошей атрибутации будет зависеть хорошая продажа. И есть все еще в моем аккаунте те фотки, которые до сих пор продаются. Я помню, сколько времени я тратил на атрибутацию. И к моменту сейчас они имеют тысячи продаж. Эти фотографии, на которых я тогда работал. По поводу первой продажи. Первую продажу ты помнишь? Честно, я обращаю внимание на деньги, а не на фотки. Поэтому какая продажа была, что именно продалось, для меня это не имеет значения. Это сейчас? А когда первый раз произошло? Нет, первый раз, когда произошло. Вау! Класс! Это продажа! Наконец-то! Наконец-то я сделал это! Фотографию ты помнишь? Это вот то, что ты мне прислал, да? Нет, я не помню эту фотку. Я ее прислал, да, когда я ее открывал. Я смотрю, это продавалось, я ее снимал. Ух ты! Прикольно! То есть это она? Да, это она. Показывают тогда эту фотку. Вот. И первый раз Широ, тоже помнишь ее, да, получается? Я отлистал назад эти фотографии, посмотрел, что было продано в тот момент. На самом деле я ее не помнил, пока я не начал отлистывать фотографии назад и не увидел, что именно. Сколько прошло времени, ты сейчас, я не знаю, может быть, ты ее не помнишь, может быть, все-таки засек, до первой раз Широ? Вот от первой продажи обычной до первой раз Широ? Полтора месяца, по-моему. Полтора месяца. Сейчас уже, по прошествии четырех, получается, лет, ты можешь уже сформулировать, какие несомненные плюсы есть в работе стокера относительно вот твоего опыта предыдущего, свадебного фотографа? Ну, как минимум, очень интересно работать и интересно развиваться. В свадебной фотографии я занимался всем сразу. То есть я и фотографирую, и встречаюсь с клиентами, и все вот это вот, и обрабатываю, и отдаю. Я делаю одно и то же. Со стоками я могу переключаться, я могу заниматься аналитикой, отдельно взяться, ну, сейчас я работаю с командой, поэтому я сейчас могу взять, полностью уйти в аналитику, команда может работать сама. Я занимаюсь чисто алгоритмами и всем остальным. Как только мне надоест заниматься алгоритмами, или я посчитаю, что этого достаточно, я могу внедриться, ну, как бы в процесс отдельно пойти как фотограф и работать как фотограф, улучшать там процессы. Улучшать работу с ретушью и всем остальным, это очень круто дает возможность развиваться как личность, как предприниматель, потому что со стоком очень проще, ну, значительно проще выйти в предпринимательство, в управление. Это ты сейчас говоришь, когда у тебя уже команда есть. А вот, предположим, давай немножко откатимся назад, все-таки представим такую ситуацию. У тебя первый твой сотрудник, с которым вы начали, кому-то начал делегировать работу, я так понимаю, это была атрибутация, так ведь? Ретушь и атрибутация. Вот в этот момент, когда ты уже понял, что все, теперь ты можешь делегировать совершенно спокойно часть работы, давай этот момент вспомни. То есть у тебя еще не было команды, и ты, в принципе, еще сам снимал все, сам обрабатывал, сам принимал участие в атрибутировании, потому что вот этого специалиста нужно уже обучить, правильно? Он уже не пришел к тебе сразу же с дипломом. Почему ты не срулил обратно на свадьбную фотографию, или на какую-нибудь рекламную фотографию, или еще куда-нибудь? Почему ты остался на стоках? Что тебе, какие были неоспоримые плюсы просто? У меня есть моя карточка, с которой я могу снять доллары в любой точке мира. И если будет какая-то любая жопа в этом городе, или еще где-нибудь, я с этой карточкой долларовой поеду в любую другую страну, и с этой долларовой карточкой я как-то выживу. И мне не важно, где работать. И вот это для меня был самым большим плюсом. То есть независимость от политического положения в стране, так скажем, независимость от географии. А почему ты решил географию не менять, предположим? Почему у тебя есть возможность поменять географию? Я могу там и в Киеве работать, снимать, и куда-нибудь там в другие города, в страны поехать. Это не проблема. Но мне нравится работать в Украине, жить здесь, потому что здесь знакомое мое окружение. Здесь люди, которые меня поддерживают. Здесь моя семья. Мне здесь просто нравится. Мне нравится находиться в Харькове. Я получаю удовольствие от того, что я нахожусь в Харькове. Чем мне еще нравится в Харькове? Тем, что у нас много классных локаций, много студий, много мест, в которых можно поснимать. Плюс все эти студии значительно дешевле, чем, к примеру, в Киеве, в Москве или еще там. Ну это же нет. Понятно. Хорошо. У меня еще вопрос такой по поводу вот именно метаморфоз, которые с тобой произошли после того, как ты стал стокером. Что не в смысле работы, денег и появление вот этой карточки, которую там можно влотнуть в любой банкомат, в любой точке мира. Как вообще мироощущение у тебя поменялось? Что в твоей жизни изменилось достаточно принципиально после того, как ты стал стокером? Кроме денег. Ну, мне кажется, я стал свободнее в выборе того, чем заниматься. Это вот сто процентов. Ну даже там могу работать, могу не работать, но в любом случае я работаю, потому что мне сейчас нравится то, чем я занимаюсь. Я уверен, что в ближайшие там несколько лет я сто процентов буду работать, потому что мне это нравится, даже если есть возможность не работать. Я пробовал, по-моему, да, в прошлом весь семнадцатый год я очень мало работал со стоками, потому что со стоками работала полностью вся команда. И было, ну, как-то не так. А когда вот ты делаешь то, что тебе нравится, это классно. Я начал ходить на интересные мастер-классы, знакомиться с интересными людьми, благодаря тому, что я работаю на стоках. И это позволяет мне посещать там более дорогие мастер-классы, и общаться с другими людьми. Это тоже очень, очень важно. Ну, это плюсы, хорошо. А минусы? О чем ты не то, чтобы жалеешь, а вот есть явные же минусы в стокерской деятельности. Давай сейчас мы все-таки абстрагируемся, попытаемся абстрагироваться, что у тебя есть команда, которая может теоретически работать без тебя. Теоретически. Давай все-таки будем говорить о том, что ты стокер, не то, что у тебя есть команда. Вот с точки зрения стокера-одиночки, вот с этой точки зрения, какие есть минусы в работе? Да нет, в принципе, я минусов не вижу. Единственный минус – это может быть долгая раскачка и выход из этой долины смерти. Вот это вот самый большой минус. Когда ты идешь, ну вот считаешь, что ты идешь в лес, и ты не знаешь, есть там выход или нет. И ты понимаешь, что обратно ты уже можешь не вернуться. Ты или в лесу останешься, потому что у тебя закончился бюджет, пока ты планировал выйти в плюс. И ты и вперед уже не пойдешь, и назад не пойдешь. И вот это самый большой минус в стоковой фотографии, пока ты выйдешь на уровень, который тебе, ну какой-то минимальный, минимальный прожиточный. Где-то так. Вот это самый большой минус. И через это я бы не хотел еще раз пройти. Еще раз, ты же прошел достаточно легко, у тебя была подушка. Да, но было очень стрессово и очень рискованно. Было рискованно, потому что я, ну за то время, когда я вышел к этому, считай там, нулю, я спалил свою подушку. Потому что я ее вкладывал в съемки, я вкладывал в аренду студии и во все это. Я ее просто спалил. То есть тебе бы не хватило до июля месяца? Я палил очень активно. Понятно. То есть к весне уже все? Ну, весной я бы просто перебивался какими-то платными съемками или еще чем-нибудь. Хорошо. Вот у меня такой вопрос теперь. Предположим, более стандартную ситуацию, что есть начинающий фотостокер, который зарегистрировался. Вот как ты. В 2007 году залил там 150 фоток, что-то там капает и так далее. И вот он наконец решил, что да, пожалуй, пора все-таки серьезно этим заняться. И здесь есть несколько вариантов. Первое – это в омут с головой, то есть все бросить, фултайм, полностью отдать себя этому делу, как раз вот зайти в лес, как ты говоришь. Второй вариант – это так потихонечку работать, не бросать свою основную работу, потихонечку подкидывать, подкидывать до какой-то поры, когда может быть что-нибудь там и получится. Вот как ты считаешь, какой вариант более эффективен? Ну, в среднем. Все люди, конечно, разные, я понимаю. Сразу на храпом брать или так потихонечку-потихонечку? Что эффективнее? Я вам могу сказать, как бы сделал я. Я не знаю, как эффективнее, потому что у меня нет другого опыта себя. Я видел там другие ребята, как развиваются, но если ты идешь потихонечку, 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 просто быстро перегоришь и поймешь, что ты здесь нормально не заработаешь. Ты можешь там год по, не знаю, по 80 фоток, по 100 фоток, по 150 фоток грузить, но сейчас 150 фотографий – это совсем не те 150 фотографий, которые были 4 года назад. Сейчас и конкуренция больше, еще что там. Если бы я сейчас входил в стоки с нуля, у меня не было бы аккаунта, не было бы ничего, ни команды, я бы входил сам. Я бы сделал сначала так. Я бы себе набрал огромное количество заказов, я бы набрался бы определенной опять подушки, которой мне хватило бы на полгода жизни где-то так, плюс затраты на стоки. То есть накопил бы эту подушку, опять бы, отрубил себе все, что у меня, любые виды заработка или еще что-то, и пошел бы туда работать, может быть, даже больше, чем по 12 часов. Проснулся и работал бы. То есть в омут забрал бы получается. Ясно. Это быстрее будет выйти из долины смерти и понять, твое или не твое. А растягивать на год, на полтора – шатр растет очень быстро. Очень быстро растет шатр, очень быстро растет конкуренция, и через полтора года будет сложнее, чем сейчас. Если рынок растет, если конкуренция растет, и ты сюда хочешь, надо сюда идти вот прямо сейчас. Эта фраза, она актуальна в любой момент времени. В 2007 году она была точно так же актуальна. Ты прошла этого в 2007 году. Да, но в 2007 году было начать проще, чем в 2010. А в 2010 проще, чем в 2014, а в 2014 проще, чем в 2018. Ну, а в 2020 будет сложнее, чем в 2018, правильно? И так далее. То есть получается, что чем дальше, тем сложнее, и начинать это прямо сейчас. Мне кажется, да. Я вижу огромное количество людей, вот у меня несколько сотен студентов, и несколько, наверное, тысяч людей, которые просто вот там тусуются, да. И я вижу опыт огромного количества людей, и буквально единицы, по моим ощущениям, ну может быть, пять процентов идут вот по этому пути, о котором ты говорил, и по которым я тоже пошел. А в основном все люди вот именно вот так вот, ну типа пускай капает, потихонечку, может что-нибудь будет. И даже среди моих студентов есть люди, которые зашли в этот лес, потоптались и вышли. То есть пока еще дорога назад есть, они быстренько вышли. У меня вот есть ощущение, что большинство на это не решается. Как ты думаешь, почему? Надо обладать определенным складом характера. Я по своему складу характера, я рискованный. Я могу, не знаю там, сегодня что-то продать в надежде, что я послезавтра что-то куплю. Не купить там что-то, а потом продать. Сначала продать, а потом быть уверенным, что у меня там получится. И ну обычно у меня получается. может быть мне просто везет. Может быть так. Я достаточно такой человек, который идет на авантюру, идет на какие-то новые проекты, бросая старые в уверенности то, что новые сработают. Но это дает прямо мотивацию ого-го. Большинству не хватает мотивации. Но когда ты понимаешь, что или сработает, или будет жопа, вот тогда есть мотивация. И тогда оно срабатывает. То есть нужно себя поставить искусственно в такую ситуацию, что вот как бы деваться некуда. У меня это работает. Я знаю другие люди, которые от этого входят в большой стресс, и у них от этого ничего не получается. Под разный склад характера есть разные стратегии развития. А у тебя есть такие знакомые из стокеров, которые пошли другим путем? Постепенно, постепенно. Знаешь кого-нибудь таких вообще? Я предлагаю сохранять знакомство с теми людьми, которые мне близки по духу. Есть люди, которые вот как-то плавно-плавно идут. У нас просто разные с ними впечатления жизни. Поэтому вокруг меня собираются те люди, которые все бросил и побежал. То есть разделяются с точки зрения. Вот ты говоришь, что ты сейчас в такой стадии работы в своей команде, что ты не снимаешь. То есть у тебя есть какой-то штатный фотограф, и он тебя снимает. А сам что-нибудь снимаешь вообще в принципе? Я понял вопрос. Последние два месяца я ничего не снимаю. В прошлом год я ничего не снимал. С начала 2018 года до сентября 2018 года полгода я снимал. В тот момент мне казалось, что то, как снимаю я, это продается лучше. Но на самом деле всегда можно найти людей, которые снимают лучше, чем ты. Всегда можно найти людей, которые выполняют задачу лучше, чем ты. Если стоит вопрос о работе с командой, надо сделать так, снять корону с головы и понять, что ты не самый классный. Есть люди, которые работают лучше. Не навязывать им свое мнение, и тогда будет работать лучше. И с фотографом точно так же. Фотограф, который ко мне сейчас пришел, он работает лучше, чем я. Снимает лучше, чем ты. Снимает лучше, чем я. Да. Вот когда ты сам снимаешь, что для тебя наиболее интересно, что ты любишь снимать для стоков? Для стоков я люблю снимать, вероятнее всего, эта предметка с каким-то интересным, необычным цветом. Ну, типа какой-то там электроники с какими-то бликами, чтобы это было близко поставить, там несколько маленьких отражателей. Вот это моя тема, это то, что мне нравится снимать. Людей большое количество, ну, как-то не очень. С фудсъемками я снимал, да, это все продавалось, но как-то не очень. Мне нравится взять какие-то небольшие предметы и просто закопаться с этими предметами и снимать вот что-нибудь такое, знаешь, когда ты бликами какими-то расставляешь, маленькие отражатели, еще что-то. Работаешь себе сам вот в каком-то укромном уголочке, и тебе никто не нужен. И это как у меня медитация получается. Релизы не нужны, заставлять не нужно, никто не устает, никто не хочет домой. Типа того? Полный контроль процесса. Может, ты наелся просто этим, снимая на свадьбу? Ты же на свадьбе не снимал такие маленькие предметики. Ты же снимал все время тусовки, пьянки, жених, невеста и так далее. Людей, то есть, снимал. Может, ты просто уже наелся этим? Вероятнее всего, что да. Но когда становится вопрос о том, что мне нужно снимать, я снимаю то, что лучше всего продается. Моя задача сделать максимальный рост прибыли. И поэтому я буду снимать не то, что мне нравится, а то, что лучше всего продается по моим расчетам. И плевать на то, что нравится или не нравится. Что лучше продается, то я снимаю. Вопрос, который обязательно зададут тебе все фотографы, которые фотографы. А для себя-то ты снимаешь? Нет. Нет. Никогда не снимал. Что-то на мобильный телефон может быть, что-то клацнуть. Нет, ну ты вот, предположим, что-то такое интересное увидел, снимаешь это и понимаешь, ну, это не продастся. Но мне нравится. Я все равно буду снимать. Такое бывает у тебя, нет? Снимать именно для стоков? Нет, для себя. Для себя? Нет, я с тобой вообще подобрат не нашел. У меня только мобильный телефон и если что-то, я еду куда-то в отпуск, еще что-то. Я никогда не беру с собой фотоаппарат. Фотки на мобильный телефон всегда лучше. В основном там все семейные фотки просто на мобильный телефон делаю. Я вообще, ну, когда на свадьбах снимал, я снимал то, что продается. Я снимал те свадьбы, которые стоят дороже. Я работал с теми клиентами, которые платят больше. И, ну, не всегда было важно, нравится клиент, не нравится. Мне важно было больше заработать. Хорошо. Для меня это важный момент в интервью, потому что многие фотографы не могут через это перешагнуть, и вот им прямо очень тяжело себя заставить заниматься съемкой не для души. Как ты думаешь, это принципиально для работы настолько уметь абстрагироваться от того, что вот это мне нравится, это мне не нравится, и работать только на то, что вот это продается? Ну, вот по поводу электроники, в моем случае мне просто повезло, это продается. Поэтому, когда я с этим работаю, я понимаю, что кроме того, что я получаю удовольствие, я делаю то, что продается. Когда заходишь на стоки или занимаешься каким-то делом, обязательно нужно оставить себе цель. И в зависимости от того, какую ты себе поставил цель, такая у тебя стратегия может быть. Цель или больше заработать, или совместить заработок с удовольствием, понятно, заработка будет меньше, удовольствия будет больше. Или совместить больше разных отраслей, это может быть работа, семья, удовольствие, заработок. Ты просто распределяешь свое время на эти все вещи, и тогда ты остаешься счастливым в любом случае, потому что ты получаешь, ну, ты идешь к тем целям, которые ты себе ставишь. Если у меня основная цель – это заработок, и я заработал больше, чем я предполагал – классно, здорово. На отдых мне, ну, как-то все равно. На то, что снимаю я то, что нравится или то, что не нравится – мне все равно. Важно, что у меня есть определенное время, которое я выделяю на то, чтобы провести хорошо время с семьей. И все остальное время я посвящаю тому, чтобы заработать. Для меня, и я думаю, как для многих других стокеров, в конце года, ну, вот, обязательно ты смотришь – а как твой год прошел? Насколько ты вырос? И если я к концу года увижу, что я не вырос, или что я вырос ненамного – это будет жесть просто. Значит, я год просто провалю по своей цели. Или там из месяца в месяц у меня или провал, или какой-то там застой, или еще что-то. Не важно, что я зарабатываю столько же, сколько в предыдущем месяце. Но если у меня нет определенного роста, значит, я не достиг своей цели, и значит, нужно по-грубому работать. Так же и у других фотографов. Если есть цель получить благодаря стокам работу, которая будет приносить удовольствие и заработок, да, тогда не вариант идти и снимать то, что продается через стилу, если не нравится, или еще что-то. Тогда совмещаешь. Вероятнее всего, что есть шанс найти те темы, которые нравятся и которые приносят деньги. Просто больше усилий на это потребуется. Как ты считаешь, какие очень важные качества должны быть у начинающего стокер для того, чтобы он добился реального успеха? По крайней мере, того, к которому он стремится. Пускай у каждого будет свой, у кого-то зарабатывать кучу бабла, у кого-то чуть-чуть просто между делом зарабатывать и так далее. То есть, с какими качествами должен стокер обладать для этого? Мне кажется, что есть разные пути развития и разные пути развития предполагают разных качеств, которые нужны. Если идти по, ну вот такому взял и попер, то тогда нужно обладать смелостью для того, чтобы не бояться, даже если что-то развалится. Вот реально я не видел из тех людей, которые меня окружают, чтобы кто-то умер с голода. Всегда найдется другие варианты заработка, даже если со стоками что-то не случится. Но если ты не попробовал, то есть вероятность, что ты об этом будешь жалеть. Это то, что касается смелости. Есть люди, которые очень много работают и вот прям окунаются с головой, работают, работают, работают и они очень быстро выдыхаются. Тогда другие какие-то качества должны быть. Качества, которые умеренности, умеренности как-то. Потому что можно уработаться в 3-4 месяца так, что тебе потом видеть единство не захочется. Умение планировать получается. Да, умение планировать, умение предугадывать результат, может какое-то стратегическое планирование, умение ставить цели. Тоже очень важно. Если вы идете в какое-то новое русло, вы должны себе поставить какие-то определенные цели и их пытаться достичь. Просто идти на строки не имея цели, но сложно. Ну и цель не надо ставить какие-то адекватные, маленькие. Пускай там заработает сначала 50 долларов со стоком, не ставить себе там заработать 500 долларов с нуля, ну сложно будет. Заработал 50 долларов – круто. Как только ты их заработал, ты их взял, пошел на себя, потратил себя, благодарил, классно поставил следующую цель – заработает пускай 200 долларов. Заработал 200 долларов, супер, похвалил себя, поставил потом следующую какую-то адекватную цель. Ставить цель, мне кажется, не важно. Помимо этого, что нужно сделать начинающему стокеру? То есть мы сейчас говорили о качествах сначала, а теперь о том, что нужно сделать. Поставить цель, я понял. Еще что? Решиться на то, что... Поверить в то, что это работает. Если ты заходишь в стокер, не веря, что это работает, есть огромное количество форумов, чатов, еще там чего-то, где люди жалуются. Это не продается, стоки давно загибаются, я получаю там, не знаю, какие-то мелочи, копейки мне приходят, там, 15 долларов в месяц. Если читать эти все стоки, читать эти чаты, ну какая будет вера в то, что это работает? Надо просто забыть о том, что есть какая-то там другая реальность, поверить в то, что ты реально можешь это заработать и пойти зарабатывать. Не важно, что там говорят, есть огромное количество людей, которым сложно заработать на стоках, у которых не получается. Но нужно поверить в то, что это получится конкретно у тебя пойти, поставить себе цель и добиваться этой цели всеми своими усилиями. Напоследок пожелание начинающим стокерам такое, напутствие. Быть смелыми и не бояться. Брать и пробовать со стоками работать чем раньше, тем лучше. И это максимально правильный, на мой взгляд, вариант работы с любым проектом. Чем дальше ты его откладываешь, тем сложнее и неинтереснее у тебя становится. Если есть возможность и интерес, работает сейчас, надо взять и попробовать. Протестировать эту гипотезу хотя бы в течение 4-5 месяцев. 5 месяцев потестить, в фулл-тайме работать со стоками, посмотреть, что получится. Если не нравится, тогда можно будет вернуться обратно. Но надо решиться, сделать и сделать это полноценно и выложиться на все 100%. А не так как-то и потом сказать, да, стоки не работают. Хорошо, спасибо, Игорь. Пока, на этом мы тогда закончим. Я очень благодарен, что ты согласился на это интервью. У тебя очень интересный опыт. У тебя очень, на мой взгляд, правильная установка на то, как должен работать стокер. Уж поверь мне, я массу стокеров вследствие своей деятельности преподавательств увидел. И могу сказать, что меня очень импонирует именно твой подход к работе. Я считаю, что он очень верный. Когда я впервые тебя увидел, я сразу обратил внимание, именно с точки зрения, что в том, как ты работаешь, для меня прямо вот такие есть, знаешь, маячки такие. Вот так и надо, вот так и надо. Какие-то вещи я ленюсь делать. Я могу знать, конечно, все. Конечно, я все знаю, говорю о себе. Ничего нового я от него не узнал. Однако, всегда есть за что зацепиться, на что равняться, так скажем. И вот то, как ты об этом рассказываешь, для меня является вот таким как раз маячком, что нужно бодрее себя вести, так скажем, целенаправленнее и так далее. И вот в этом смысле я тебе благодарен, потому что вот каким-то таким своеобразным толчком для меня ты послужил. Ну все, пока. До новых встреч. Счастливо. Вот и все на сегодня. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо за ваше внимание. Я надеюсь на продолжение этого цикла. Если вам есть кого предложить, welcome, пожалуйста. Вы знаете, где меня искать. Пишите. А вам всего хорошего, хороших продаж. Пока. Пока.